Трудные места описания с библейским порталом Акзегет. Вопрос, который задан ко второму посланию Коринфянам, третья глава, стихи 14-16, я прочитаю. Он говорит об аудеях здесь, Павел. «Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Здесь можно еще один вопрос вспомнить. Какая свобода имеется в виду? Другой наш зритель спрашивает. «Ну, давайте мы разберем эти вопросы вместе, потому что они про один отрывок». Смотрите, о покрывале идет речь в связи с воспоминанием о Моисеи. И выше Павел рассказывал о том, что было написано уже в Ветхом Завете. Моисей, когда общался с Богом, то его лицо начинало так сиять, что простые люди не могли этого вынести. И, выходя из места этого богообщения, он надевал покрывало на лицо. И это не плохое что-то. То есть, Моисей – великий пророк, и это свидетельство славы Божьей. То есть, сияние подчеркивает, что он угоден Богу, что это все не его фантазии, что это не какие-то искажения, не мелочные придирки. Это вот богообщение настоящее. И с этим покрывалом сравнивается нечто совсем другое. У иудеев это покрывало остается неснятым при чтении Ветхого Завета, говорит Павел. Опять-таки, это не значит, что это плохо. Но это означает, что они не видят славы. И это покрывало снимается, когда они обращаются к Господу. Он имеет в виду, конечно, Христа. То есть, Завет Ветхий сам по себе абсолютно неплох. Он не отменен никаким образом. Он не уничтожен. Он действует, но он частный случай. Но он лишь нечто такое с точки зрения христиан, что должно подводить к Иисусу Христу. И если люди к нему не приходят, то они считают, они почитают, они исполняют. Но это покрывало не дает им взглянуть дальше. Хорошо. А что же такое за свобода здесь имеется в виду? Так очень хочется понять. Свобода от закона. Делай, что хочешь. Такое частое изречение. Люби Бога и делай, что хочешь. Имеется в виду, что ты просто не захочешь ничего плохого, если ты любишь Бога по-настоящему. Но, знаете, если им руководствоваться, каждый скажет, я люблю Бога, а хочу я вот этого. Сейчас пойду и сделаю. И, в общем, плохо выйдет. Вот про такую свободу говорит Павел. То есть, все, закон отменен, выбросим его поскорее, он никому не нужен, а мы чего хотим, то и делаем. Ну, много народу это так понимает, к сожалению. А мне кажется, что свобода здесь понимается не как свобода от, а как свобода для, свобода богообщения, которая не закрыта покрывалом. Свобода как та форма отношений, когда ты не должен руководствоваться инструкцией. Закон – это инструкция, как жить, в конце концов. Исполнять инструкцию – это хорошо и правильно. Но если ты всего лишь исполняешь инструкцию, ты далеко не продвинешься. А вот любая инструкция, она создает какие-то рамки, в которых возможно взаимодействие. Инструкция по пользованию, неважно, прибором или инструкция по проведению мероприятий. Но она не описывает содержание этого мероприятия. Она не описывает, а что ты хочешь с помощью прибора получить. Инструкция, как компьютер включить, например. Ну, включил. Ну, дальше-то что-то с этим компьютером ты делаешь. И мне кажется, что свобода – вот это именно та стадия здесь, когда ты отказываешься от инструкции не потому, что она плоха, ложна, устарела, что ты такой умный, она тебе уже не нужна, а просто потому, что от вот этой формы ты переходишь к содержанию, ты переходишь, собственно, к процессу, который запущен при помощи инструкции, да, но запущен. Если же ты начинаешь циклиться на инструкции, ну, наверное, многие имели этот опыт, вот есть детально прописанные инструкции, и организация начинает вращаться по кругу вокруг этих инструкций. Все следят за их исполнением, но никого не интересует результат. Да, и результат обычно бывает катастрофическим в этой ситуации. Вот если у тебя есть свобода, ты начинаешь понимать, где эти инструкции, инструкции, ну, неадекватны данной ситуации. Но это не свобода от, не значит, что ты их выкинул. Это значит, что это свобода для, это возможность видеть цель напрямую, к которой все это направлено. Вот хорошо бы за рулем люди так мыслили, да, потому что одни позволяют себе слишком много отступлений, другие, наоборот, циклятся на мелочном исполнении всевозможных правил, которые очень трудно не нарушить. А то, что за этим всем стоит опыт безопасности и опыт, наоборот, очень печальных нарушений этой безопасности, и свобода, которая здесь может быть, это не свобода нарушать, это свобода выбирать правильную линию поведения или правильный стиль вождения для автомобилистов, да, опираясь на эти правила, не нарушая их, но понимая, что это лишь костыли, да, с помощью которых водитель выбирает правильный подход, а вовсе не самоцельный. Ездить по правилам хорошо, надо понимать, куда ты едешь, зачем ты туда едешь, тогда ты доедешь куда-нибудь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok